Так, ну что, ребята, как ваше настроение? Потому что я сегодня, вчера мы проснулись с Сережей и поняли, что сейчас надо немножко поработать, потому что все чаты кипят, все везде кипит, все происходит, и мы, в общем, начали это делать. Сегодня, когда мы проснулись, мы поняли, что работы еще больше, и мы что-то такие вообще не поняли, что происходит. Такое ощущение, что все вокруг что-то покупают, куда-то бегут, и мы такие прям только что с ним сели и говорим, блин, что происходит? Мы-то думали, что у нас сейчас будет какой-то отдых, а нет, отдыха не происходит. И вы знаете, это очень классно. Вообще поняла, что круто, когда, в принципе, у тебя стабильно по нарастающей прибывает работа, прибывает людей, прибывает, потому что и так работа, и как-то уже сложно, не понимая, что называть работой, это вроде как работа, многие говорят, от слова раб, действительно плохо. Но у меня все-таки вот слово работа – это какой-то хороший ассоциативный такой момент. Мне очень нравится ощущение, такое загруженность работы. Для меня это некая востребованность. Я сегодня подумала о том, что в эфире хочу немножко больше мысль пожевать, которую я сегодня написала в своем посте, потому что она меня очень тронула, меня вдохновил в нее Сергей. Он всегда делится со мной тоже какими-то интересными наблюдениями, что он там читает, смотрит. И вот мы обсуждали тему того, что эфир постоянно прикрывается. Я думаю, что это связано, скорее всего, с вашим интернетом. Значит, правда, у всех остальных же все хорошо? Значит, слушайте. Вообще философы очень долгое время размышляли, ну и вообще нас приучили думать о том, что наши прошлые действия определяют наше настоящее. То есть, ну как бы в этом есть определенная, да не то, что определенная логика, но это правда. То есть то, что мы с вами делали вчера, определяет то, что мы с вами получаем сегодня. Ну как бы очень логично. Но дело в том, что большинство из людей очень любят вот эту историю про то, что есть некая судьба, есть некая карма, от которой не убежишь, и то, что суждено, то со мной случится. И вот эта мысль и эта позиция, она заставляет, то есть она, с одной стороны, дает нам возможность расслабиться, особенно в сложные моменты какие-то, когда мы не знаем, что делать, когда у нас очень сильное напряжение. Вот действительно в состоянии сильного напряжения или сильной усталости, лучшее, что мы можем сделать, это остановиться и расслабиться. Но многие люди затем принимают эту позицию как свою жизненную стратегию, в надежде на то, что если они не будут сопротивляться, течение, мол, само вынесет меня куда угодно. И эта позиция заставляет человека становиться не ведущим своей жизни, не человеком, который определяет какие-то свои цели, а человеком, который расслабляется. А как известно, мы очень быстро перестраиваемся с вами вообще на все. То есть человек очень легко программируем. И программировать себя или программировать другого очень просто на самом-то деле. Некий период времени, когда мы что-то себе повторяем или совершаем какое-то действие, вырабатывает в нас привычку. Что самое удивительное, это происходит достаточно быстро. То есть недели достаточно, например, на выходных, на вот как это называется, отпуск. Боже, я не знаю, как это называется. В общем, неделю ничего не делать или неделю просыпаться позже, чем обычно, достаточно для того, чтобы через неделю для вас стало проблемой просыпаться в прежнее время. И вот эта история, она как бы очень определяет нас. И на самом-то деле, почему мы очень быстро занимаем позицию человека, которому нравится мысль о том, что ничего не нужно сделать, с тобой все случится. Потому что это убирает от нас стресс. Ведь человек, который действует, человек, который ставит цель, это человек, по сути, живущий в стрессе. Потому что нужно все время чуточку больше себя выжимать. А иногда не чуточку. Идти навстречу своему страху, делать то, что ты не делал, работать больше, быть более целеустремленным, более дисциплинированным. И какой кайф для человека. То есть мы сложнее привыкаем к тому, что нам не нравится, но очень легко привыкаем к пассивности. Гораздо тяжелее заставить себя вернуться в зал, чем заставить себя не ходить в зал. То же самое с жизнью. И что получается? Вы, когда начинаете себя прослабляться, когда вы занимаете позицию мысленную о том, что пусть все случится, как должно случиться, мол, я доверяю судьбе, я ничего не буду делать, я не буду мешать, вы очень быстро превращаетесь в пассивный овощ. И что происходит? Возвращаемся к тому, с чему я начала. Наш вчерашний день, наше прошлое определяет наше настоящее. И получается то, что вы в своем вчерашнем прошлом расслабились и перестали что-то делать. И ваше настоящее не поменялось. У вас ничего больше и лучше не стало. Но вы в этой позиции зависли. И таким образом, ваше настоящее является результатом вашего никакущего прошлого. Потому что в прошлом вы были пассивны, в прошлом вы позволили себе расслабиться, в прошлом вам понравилось. Это очень похоже, наверное, если сравнивать с алкоголем, как люди становятся алкоголиками. Я очень много эту тему изучала, потому что у меня был мой отец алкоголик, и вообще как-то вот в моем детстве было очень много людей вокруг, там, знакомых моей мамы, кто много пил. Ну, вообще это было очень принято. Удивительно, но сейчас в моем окружении вообще как бы с этим нету никаких вопросов. А тогда мне казалось, что пьют все. И когда я узнавала у людей, почему они пьют, многие говорили о том, что это очень приятное состояние, то есть люди даже ждут возможности выпить, потому что это возможность отключиться от реальности и в состоянии алкогольного опьянения быть таким, каким ты себе представляешь. Ты себе кажешься круче, лучше. Помните, алкоголь людям добавляет смелость, они могут что-то сказать, то, чего обычно они говорят, вести себя как-то по-другому. То есть он стирает грани реальности. И люди могут себе позволить быть вот какими-то, какими они себе придумали. И людям настолько сильно нравится… Мне очень жаль, что у вас зависает на самом деле. Людям настолько сильно нравится быть в состоянии, ну вот такого, знаете, придуманного себя, что для многих алкоголь становится сначала спасением, а потом убийством человека. То есть человек просто постоянно пребывает в этом состоянии для того, чтобы забыться и жить в некой своей реальности. Так вот, то же самое происходит и у нас здесь. Опасность заключается в том, что когда вы зависаете в состоянии того, что сейчас я расслаблюсь, вот завтра начну, а сегодня могу я себе позволить, Новый год только прошёл, могу я себе позволить расслабиться, могу я себе позволить ничего не делать, в этом состоянии зависаешь. И затем получается, что твоё вчерашнее прошлое определило твоё настоящее. Ты смотришь, и что-то настоящее тебе ни в чём не нравится, ни в твоём теле, ни в твоём внутреннем состоянии, ни вообще ни в чём. И это теория, которая есть, то есть то, что наше прошлое определяет наше настоящее. А я написала о том, что есть такая интересная мысль, очень крутая тоже, которую один философ начал обсуждать, и она мне очень сильно зашла, в том, что наше будущее определяет наше настоящее. Как может будущее определять настоящее? Сейчас не буду рассказывать вам о квантовой теории, это немножко другая история. Я хочу вам рассказать о том, что такое будущее сейчас. Прямо сейчас, когда мы с вами сидим, наше будущее для нас с вами, вот этих вот реальных людей, это то, что мы себе там придумали, намечтали и поставили цели. То есть мы думаем, вот в будущем у меня будет эта квартира, или в будущем я устроюсь на эту работу, или в будущем я полечу на какие-то Мальдивы. Ну, в общем, это будущее, да, вы себе придумали, это ваша цель на год, на 10 лет, неважно на сколько. И в зависимости от того, какие цели вы себе ставите, если вы, конечно, не просто человек, который что-то написал, в зависимости от того, какие цели вы себе ставите, этим определяется то, как вы будете действовать сегодня. Потому что, например, ну, очень самый базовый банальный пример, если я себе ставлю цель изменить свое тело, то я сегодня не буду наедаться шоколадом, и есть очень много вредных продуктов, да, понимаете? Потому что у меня цель, типа, похудеть, неважно, там, к отдыху. И я понимаю, что если я сегодня съем, то, значит, я не достигну своей цели. Или я понимаю, что я завтра, если я не пойду тренироваться, то у меня не сможет появиться пресс. Ну, просто потому что пресс появляется еще и от тренировок, помимо питания. Поэтому мне, наверное, нужно тренироваться. И это то, что заставит меня сегодня тренироваться, в отличие от того, что могло заставить этого не делать. То же самое, если я для себя ставлю цель, например, изменить свою жизнь и научиться мыслить иначе, вообще понять концепт, о котором говорит Ермилова, то я сегодня запишусь на рерайтер жизни и пойду его проходить, потому что у меня есть такая цель. А если у меня такой цели нету, то, соответственно, ничего не получится. Вот эти фразы, Юль, утром йога, вечером дорога, все прекрасно, но это просто фразы, которые никак не меняют вашу жизнь. И это то, о чем я хочу вам напомнить. Вы можете считать себя очень умными, начитанными, знающими, прекрасными, но главный вопрос, fucking shit, задайте себе сейчас. А делаю-то я что, мать вашу? Что я сейчас делаю? Вот это делаю, делаю и делаю. Потому что бесконечные книжные полки, бесконечный пересмотр видео, бесконечное общение с друзьями, ощущение того, какой я продвинутый, какой я прокачанный. Но если вы ни черта не делаете по-прежнему, то все эти цели можно засунуть себе в жопу. А жопа, скорее всего, будет толстая, потому что вы любите пожрать, потому что еда – это история про то, чтобы забыться, точно так же, как и напиться. Hello! С Новым годом! Вот, поэтому я вам предлагаю об этом сегодня вспомнить. И вспомнить о том, что ваше настоящее, а настоящее наступает каждый день, когда вы просыпаетесь, определит то, о чем вы мечтаете, и, соответственно, что вы сегодня готовы для этого совершать. Поэтому, несмотря на то, что сейчас 2 января, это совершенно не означает, что нужно сидеть и думать о том, что сегодня всего лишь 2 января, уже 2 января, уже 2 января, а что вы сделали, осуществили ли вы хотя бы одну свою цель, начали ли вы движение к ней. Потому что завтра будет всего лишь 3, а послезавтра всего лишь 4, а потом наступит 31 декабря, где вы опять будете сидеть и думать о том, что неплохо было бы что-то сделать. Приучите себя быть жадным к жизни, жадным каждому дню, что-то делать, куда-то двигаться, и четко понимать, что и куда, не откладывая что-либо на потом. Вот если вы научитесь смотреть на жизнь так, то тогда отползете от салатиков, от тазиков, если они у вас есть. Я вот в этом году так прекрасно вообще ничего не готовили, ничего не делали, и очень хорошо. Вот, потому что точно так же каждый день приходишь в супермаркет, покупаешь ровно столько, сколько ты хочешь сегодня поесть, и все, как бы ничего больше. Поэтому подумайте об этом, подумайте о том, что ваше сегодня определяет то, чего вы желаете. И сопоставьте, как бы соедините эти вещи, то есть соедините свое будущее с вашим настоящим. И скажите себе, что я могу сделать сегодня для того, чтобы то, что я задумал, оно было. Обведите себе этим карандашиком и прямо сегодня делайте. Именно поэтому так важно иметь список своих целей перед глазами, чтобы каждый день по каждой своей цели задавать себе вопрос, что я сегодня сделал по этой цели, по этой цели и по этой цели. Возможно, вы увидите, что у вас не ликвидные цели, что это вообще какая-то фигня, а я же ничего сделать к ним не могу. Значит, уберите эти цели, оставьте их и поставьте то, что вас будет двигать прямо сегодня, потому что цели не достигнутся сами по себе. Если вы не знаете, что вы можете сделать сегодня по отношению к своей цели, то это не цель. Это очень как бы понятная история. Вспомните об этом, пожалуйста. У нас в январь, я замечаю, что это такой сонный период для очень многих людей. И я вижу сейчас, у меня идет марафон «Рерайтер жизни», который пока что самая маленькая группа, пока за все время, потому что январь месяц, я знаю, что все откладывают свою жизнь на февраль и позже период времени. И тем не менее, очень много людей переходят дальше на другие уровни, они уже в клубе «Рерайтерцев» и так далее. И я очень вижу большую разницу между теми, кто еще только начинает, и кто еще думает, и кто еще очень боится и пытается отложить на потом, и между теми, кто уже четко знает, чего он хочет, и хочет делать это быстрее, быстрее, двигаться быстрее, понимает кайф от этого. Поэтому определитесь, какой группе людей вы хотите принадлежать. Это важно, это самое важное. Потому что если вы это определите, то у вас будет все остальное, что вы прописали себе в своих целях. Если вы этого не сделаете, вы никак не сдвинетесь, и будете по-прежнему сидеть и думать, ну каким еще сходить к гостям, ну куда там еще съездить, ну что еще перебрать, ну в общем, как убить время. Это не вы убиваете время, это время убивает вас. Вот так. Что делать, когда люди унижают? Понять, что людям нету до вас дела. Значит, вы настолько себя... Вы валяетесь, как кусок говна, до которого никому нету дела на самом деле. Люди просто идут, а вам кажется, что они идут специально по вам. Вы себя настолько низко посадили, уж простите за мою прямоту, что вам кажется, что они над вами издеваются. Вы так низко опустились. И вам кажется, что все прям хотят вас обидеть. Смиритесь с тем, что людям нету до вас никакого дела. И если вы себя как-то ощущаете, то только потому, что вы сами себя сажаете на разные уровни. Вы знаете, мы подарили детям PlayStation, конечно же, рубимся в нее сами. Я сегодня с утра встала и начала, значит. И в PlayStation очень есть такая классная штука, когда ты там человечек. Ты видишь себя на разных уровнях. Ты иногда где-то провалился, и кажется, весь мир такой огромный. А на самом деле это ты провалился. Когда ты поднимаешься на другой уровень, мир становится таким, каким он должен быть. Поэтому смиритесь с этим и поймите, что это дело не людей. Дело всегда вас. К вам никто никак не относится. Вы сами решаете, как к вам относятся другие, начиная с того, как вы сами относитесь к себе. И когда вы считаете, что вас унижают, вас хотят обидеть, вы жертва. Вы жертва, а жертвой не вас делают. Мы только сами себя можем загонять в угол жертвы. Попробуйте загнать меня в угол жертвы. Ну давайте, попробуйте меня поунижать. Скажите мне что-нибудь, сделайте. И вы офигеете от того, что вы получите в ответку. Понимаете? Вы даже, большинство людей даже не посмеют меня унизить. Просто знаете почему? Потому что я сильно выше себя ставлю этого. Вот в чем интересный момент. Вопрос в том, как вы себя ставите, а не что делают другие. Всегда начинайте с этого, с себя, с себя, с себя. Когда я начинаю с себя, я понимаю, что я могу управлять. Потому что я тот человек, которым я могу управлять. Я могу управлять своими мыслями, руками, действиями. Другими я управлять не могу. А вы все время занимаете такое, что я ничего сделать не могу, это все они. Это ваша слабость. Ваша слабость. Так, не знаю, как вести себя любимым человеком, очень изменился, будто другой человек. Ну, что вам сказать? Скорее всего, он и стал другим человеком. Ваша задача поговорить с ним и понять, вы новые, он новый, он с вами схож или не схож. Если он с вами не схож, либо вам надо начать меняться, либо вам необходимо разойтись. Люди все время меняются. Вы должны понимать, что в жизни постоянно все меняется. Если вы посмотрите, сфотографируете дерево и вообще картинку за окном сегодня и через три месяца, вы увидите разные картинки. Все меняется, хотите вы этого или нет. Поэтому мы с вами имеем удивительную способность сами решать, как мы изменимся. Если мы сами не решим, то мы все равно изменимся, но изменимся бесконтрольно. А, соответственно, результат нам может не понравиться. Понимаете? Вот вы должны это понимать. Мы все равно будем стареть. Хотим мы этого или нет, но ухаживая за собой, занимаясь собой, следя за своим питанием, курим мы или не курим, что мы употребляем, какой крем мы на себя мажем, делаем ли мы зарядку, мы можем этим процессом управлять. Это не значит, что мы не изменимся. Мы изменимся, но мы изменимся по-другому. Под собственным управлением. Вот вы должны понимать, что вы выбираете, управляет своей жизнью или нет. Все очень просто. Так. Все. Куча сердечков и лайков. И прочих вещей. Ребят, дорогие мои и хорошие, я буду периодически выходить в эфиры, но я обещала своей семье, что я сейчас не засунусь в эфир и не останусь здесь навсегда, потому что они очень этого опасаются, а все-таки хотят меня видеть. Поэтому я вышла для того, чтобы вам напомнить о том, чтобы вы не расслабляли булки. Я вышла вам для того, чтобы напомнить, что вы можете попасть в фрирайтер жизни и сегодня еще можете попасть. Мы только сегодня стартанули, кстати, не первого, а второго, естественно. Дали возможность поспать. Вы можете прийти в пробную версию всего за 5 долларов. Это даже не цена оливье. И это даже, я даже не знаю, что это за цена. Вы можете прийти и попробовать что-то сделать со своей жизнью. Вы можете сделать так, чтобы понять, какое будущее вы хотите и начать действовать. Я из тех людей, которые не сказочники. Я из тех людей, которые не любят врать и из-за этого шокирую общественность. Я, знаете, как курица в собственном соку. Все готовят курицу под соусом, терияки, гриль. Курицу прячут еще в странные вещи. И люди говорят, это правда курица. Мы уже забыли, как выглядит настоящая курица, какая она на вкус. И поэтому, когда мы берем просто кусок курицы нормальный, мы говорим, что это за такое снадобие. Так вот я нормальная курица. Я та, которая вот такая, какая она есть от природы без соусов. И очень для многих людей это шокирующая ситуация. Как так? Как можно говорить прямо человеку такие вещи, не подготавливая? Вот так. Только когда вы научитесь говорить с собой прямо, с собой, с другими можно и нет. С другими у меня есть такая привилегия. Я ее себе разрешила. А вы можете научиться говорить прямо с собой. И тогда вам станет гораздо проще жить. И тогда все перестанут вас унижать. Вы тогда увидите, что оказывается мир не против вас. Вы увидите, что вы можете достигать больших целей разных. Вы вообще всего можете. Вы все себе разрешите. Может быть, для этого вам нужна такая курица в натуральном соку, как я, которая вас немножко промокнет и позволит вам быть тем человеком, которым вы являетесь. Потому что то, кем вы являетесь, в самом натуральном своем виде, и есть, в общем-то, то произведение искусства, которым вы пришли. Поэтому переставайте слушать всех, кто полирует вам мозг. Переставайте слушать всех, кто вам помогает быть в соусе, терияке и прочем, в которых вы себе врете, а становитесь классной обычной курицей в собственном соку. Узнайте, какой вы на вкус. Позвольте себе это почувствовать. На рерайтере просят логин и пароль для входа, где взять. У вас в Телеграме, там, где вы купили, у вас есть поддержка, чат-бот поддержки. Вы можете туда написать, и вам на все это ответят, потому что я в технической части не рулю. Но у нас есть прекрасный чат-бот. Заметьте, мы отвечаем всегда. У нас нет выходных, у нас нет времени для сна. Мы все время находимся на связи. Мы из тех людей, которые не написали на своей табличке, простите, мы умерли на время Нового года и старого, и когда-нибудь проснемся. Мы живем тем, что мы делаем. Мы все время с вами, поэтому в этом плане вам офигенно, несказанно повезло. Давайте назовем это так. Вот, и курица в собственном соку, я скоро переименуюсь так, наверное, в Инстаграме. Готова всегда вам в этом помогать. Вот, наш чат-бот всегда вам все ответит, пришлет, сделает, поцелует, шлепнет. Короче, все будет оки-доки. Все, дорогие мои друзья, я вас обнимаю. Я вас поздравляю с Новым годом, поскольку это наш первый эфир в Новом году. Я обещаю, что их будет бесконечное количество, много. И я все равно сделаю так, что каждый из вас рано или поздно попадет на рерайтер жизни и изменит ее к лучшему. И позволит себе быть собой. И, как говорит дядя Зеланд, а другим быть другим. Вы, наконец-то, перестанете хотеть изменить мир, а начнете с изменений внутри себя. И все тогда будет офигительно. Всех обнимашечки, поцелуйчики. И до встречи с вами в следующих эфирах. Все, всем пока.